Антуана де Сент-Экзюпери Я выбрала книгу Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц», потому что она детским простым языком рассказывает любому человеку любого возраста о самых важных вещах. Я прочитала ее, когда уже мне было далеко за 20, я была взрослым, казалась мне тогда взрослым человеком, и в этой книге открыла для себя много очень важных и интересных вещей. Сейчас я очень часто перечитываю эту книгу уже вместе со своим ребенком, и ей она тоже кажется интересным. Поэтому я считаю, что эта книга актуальна в любом возрасте, и любому человеку она может дать ответы на вопросы, которые каждый себе задает. Это вопросы о смысле жизни, о дружбе, о любви, об открытиях, о том, как устанавливать узы, о том, как дружить, о том, как ухаживать за тем местом, в котором ты живешь. Антуан де Сент-Экзюпери всегда говорил, что прежде чем начать писать, ему надо жить. И жизнь его была очень интересна, он совершал много очень перелетов и принимал участие в различных событиях. Он и в пустыне познакомился с маленьким лисом, приручил его, выручал из плена летчиков, которые потерпели крушение, мирил между собой враждующие племена африканские. И прежде всего он считал, что важна помощь и взаимовыручка, и считал, что только любовь может победить вражду. В своей книге он описывает ситуацию, когда летчик терпит крушение и останавливается в пустыне Сахары, и там встречает маленького, удивительного принца. Этот принц прилетел с другой планеты и год жил на нашей Земле, знакомясь с ним. Принц рассказывает в течение книги летчику о том, что он увидел, о том, откуда он прилетел, где его дом, что он там любил и как жил. Перед тем, как попасть на Землю, он путешествует по разным астероидам и встречает очень странных взрослых. Он встречает короля, который любит, чтобы им восхищались, чистолюбца, который хочет, чтобы его честовали, пьяницу, который пьет для того, чтобы забыть, что он пьет. И в конце он встречает географа, который собирает рассказы путешественников о том, как те путешествовали, а сам при этом нигде не был. И именно географ советует маленькому принцу посетить Землю. Маленький принц – это символ человека. Человек появляется в этом мире, чтобы понять смысл каких-то вещей, что-то сделать в жизни. Также и маленький принц появляется в пустыне. Пустыня является аллегорией духовного поиска. И в любой пустыне скрываются родники. Также и маленький принц, путешествуя по пустыне, ищет родник в конце книги, находит его. И то, о чем он понял, он делится с летчиком, и летчик это рассказывает нам, читателям. Маленький принц возвратился к лису. «Прощай», – сказал он, «прощай», – сказал лис. «Вот мой секрет. Он очень прост. Зорко, одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь». «Самого главного глазами не увидишь», – повторил маленький принц, – чтобы лучше запомнить. «Твоя роза так дорога тебе, потому что ты отдавал ей все свои дни». «Потому что я отдавал ей все свои дни», – повторил маленький принц, – чтобы лучше запомнить. «Люди забыли эту истину», – сказал лис. «Но ты не забывай. Ты навсегда в ответе за всех, кого приручил. Ты в ответе за твою розу. Я в ответе за мою розу повторил «Маленький принц», чтобы лучше запомнить. Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Рекомендую.